Всем подписчикам привет! В этом ролике я расскажу про свой первый поход на концерт новых русских бабок. Ну что ж, начнём! Ещё за 4 месяца до концерта я начала готовиться, и я думала, что же подарить артистам, в чём идти на концерт, и когда, наконец, покупать билеты. Начну, пожалуй, с покупки билетов. Честно признаюсь, я боялась идти одна на концерт, поэтому я решила пригласить подругу и прикупила ей билетик. Я не стала заморачиваться с подарками, и поэтому спросила несколько советов у их директора. Я остановилась на выборе платков и рафаэлок. К сожалению, данной расцветки платков у нас в городе не оказалось, поэтому мне пришлось полазать по нескольким сайтам. Но всё же через 2 месяца платки были у меня в руках. Далее у меня следовало планирование фотосессий. Я сразу же начала писать их директору и договариваться о фотосъёмке. Но, как ни странно, на следующий день я не испытывала никакого дискомфорта перед концертом. Когда я пришла со школы, я обнаружила, что мне вдруг нечего одеть. Я решила пройтись по магазинам, и где-то за час до концерта я увидела весь коллектив. Они были буквально в 5 метрах от меня. Я очень хотела подойти и поздороваться с ними, но смущение взяло меня, и я не смогла этого сделать. Прикупив некоторую одёжку, я сразу же побежала домой, чтобы собираться на концерт. Я увидела сообщение от директора, чтобы я не покупала ни диски, ни магниты. Честно говоря, я не поняла, зачем он мне это сказал. Я не обратила на это внимания, собралась, дождалась подругу, и мы пошли в Дом культуры. Когда мы пришли в Дом культуры, я увидела огромную толпу людей. Дверь в зал была не закрыта, поэтому я увидела некоторые декорации, которые освещали с отвиды. Это было очень красиво. Но и здесь меня не обошло волнение. Мы прошли контроль билетов, заняли места, и, как ни странно, мне до сих пор не написал директор о том, чтобы я могла идти на фотосессию. Оставалось буквально 3 минуты до концерта, сообщения директора до сих пор нету, и я сижу и нервничаю. Как я подарю подарки, где я их найду, получится ли у меня сфотографироваться с образами. Я просто очень сильно переживала. Но буквально через пару секунд я получила то самое сообщение. Мы с подругой сорвались с места и побежали в холм, где дождались директора. Оставалось совсем немного времени до начала концерта. Я наконец-то получила заветное фото, после попросила автографы. И мы решили с подругой уходить, как вдруг Игорь вышел из гримерки и протянул мне книгу с авторской подпися. Пока я вела диалог с Сергеем, Игорь успел вернуться из гримерки и протянул нам мандаринки, сказав, покушайте после концерта. Это было очень мило и приятно с его стороны. И я поблагодарила кумиров, обнялась с ними и мы пошли к залу. В зале царила очень теплая и приятная атмосфера. Было очень много смешных и новых шуток. Было все очень интересно. Каждый номер был сыгран по-новому. Я просто не представляла, чтобы один прекрасный день я смогла настолько зарядиться положительными эмоциями. Концерт мне очень понравился. Были настолько мощные номера, живая музыка. Кстати, кто-то из вас спрашивал, фонограмма ли на концертах. Отвечаю честно, нет никакой фонограммы. Артисты сами поют и сами играют. К сожалению, заветный танец с цветочком я не получила. Но зато я получила массу положительных эмоций от актеров. После концерта по просьбе директора мы остались в сале. Около сцены собралась огромная толпа людей. Все хотели получить фотографию с артистами без образов. Мы тоже решили остаться и начали пропускать людей вперед. Далее ко мне подошел директор коллектива и мы перекинулись какими-то диалогами. Ну а после мы с подругой подошли к артистам, сделали фотографии и уже собрались уходить. Как вдруг вернулся директор и протянул мне подарки. Я чуть не расплакалась на месте от удовольствия, потому что это было настолько искренне и настолько неожиданно для меня. Подошла к директору и благодарила его за такой теплый прием и приезд в мой город. Ну а после мы наполнились положительными эмоциями и пошли домой. А теперь, как я и обещала, отвечаю на все ваши вопросы. Итак, первый вопрос. Когда будет новый ролик с вами? Ах да, ребята, совсем забыла вам сказать, съемки и Марина в этом году все-таки состоятся с 3 по 6 сентября. Скорее всего, съемки будут проходить без зрителей и неизвестно, будут ли бабки участвовать в этом проекте. Итак, следующий вопрос. У меня один вопрос. Как дела у артистов? Насколько мне известно, у артистов все хорошо, они сейчас отдыхают, а Игорь недавно стал режиссером Петросян Шоу. Итак, третий вопрос. Будут ли новые выступления, концерты и так далее? Да, концерты начнутся с начала октября. И финальный вопрос. На какой передаче они о вас рассказывали? Очень интересно посмотреть. Они обо мне не рассказывали, ни на какой из передач они говорили о моем творчестве при встрече лично со мной. Ну что ж, ребята, вот видео и подошло к концу. Я надеюсь, вам понравился такой формат. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем удачи!